так здесь мы ответили поехали дальше так это мы делали тут на смородина тут собаки это тоже ремонт мы тоже сказали надо удалить все это тоже так это ремонт это юленька а вот спрашивает у нас катюша екатерина спрашивает юля наткнулась на ваш канал пару дней назад и все выпало из активной жизни иногда тоже там какой блогер тоже залипну это несколько дней спасибо вам огромное за кучу полезной адекватной информации по воспитанию развитию как человек вы мне очень импонируете огромное вам спасибо низкий поклон такие добрые слова дай бог вам всего хорошего и в труде и в личной жизни как говорится простите спасибо огромное спасибо вот разрешите обнаглеть и задаю несколько вопросов буду признательна даже если ответить только на один но поехали на все ответим первый вопрос сыну год и восемь скажите пожалуйста какого возраста можно ожидать чего-то от ребенка и соответственно требовать от него выполнения этих обязанностей в кавычку конечно и и как наказывать с предупреждением конечно за невыполнение например собирать игрушки вечером или просто выполнять правила поиграл что-то убери и возьми следующее иногда начинаю уже гнуть воспитательную линию встаю в принципиальную позу насчет этих же игрушек а потом думаю а может у него еще мозг до этого не созрел а я пристаю к ребенку тропа пока не читаю давай вот с первым вот с этим вот знаете это вот раньше в ссср было такое когда может быть мало исследований было может быть вокруг детей дошкольников может быть хотелось чтобы все по одним правилам жили но очень сейчас исследование говорят о другом если особенно у ребенка есть свой угол а в лучшем случае с своя комната вот с этими игрушками игрушки не заставляем убирать почему потому что это наш взрослый бзик нас приучили в ссср или в постсоветском пространстве что должен быть порядок рабочее место должно быть убрано поиграл убрал на место поел убрал тарелку на место вот нас прививали к трудовому воспитанию активно да может быть в этом есть плюсы кто-то это я сейчас ничего не навязываю это я чисто рассказываю какие бытуют у нас сейчас в миру воспитательное скажем так направление вы можете выбирать себе все что угодно потому что это ваш микроклимат и как вы в нем живете как вы себя уверен и неуверен чувствуете только решать вам потому что кто-то настолько педант что не может когда эта вилка лежит не под 90 градусов а под 45 и конечно же его будет это раздражать какой-то беспорядок он будет злиться и и отражаться на ребенке вот для себя выбирайте но те родители которые спокойно абсолютно относятся к бардаку и им хочется прививать порядок потому что это нужно да какое-то общество нам диктует правило тогда вот этот воспитательный мир расскажем так для вас потому что если у ребенка есть свой своя территория своей площади угол в комнате или эта комната у него понимаете вся дошкольная деятельность эта игра у него мир фантазии он сейчас хочет в солдатиков потом вот это а это у него у какой-то мир вымышленный а вы его заставляете убирать у него свои процессы в голове идут а мы лезем со своей уборкой чего мы добиваемся только нервов только скандалов и себе вот этих вот седых волос вот если эти игрушки не вылезают из его мира и не лезут в общественную территорию вот в коридор допустим да или вот туда где взрослые занимаются если это какой-то общий ком-то то эти игрушки можно и оставить он сам принят решение их убрать когда он наступит на эту машину когда он уже неделю назад отыгрался вот в эти все машинки он уже приключился на другую деятельность уже последнюю неделю ему интересно другая дети с роботами а машина остались и он на них наступил они ему мешают он сам примет решение убрать эти машины и вот это решение будет правильное он с этим решением будет идти по жизни что это мешается это сломается я на это могу наступить не будет больно, уж лучше я сразу же это уберу. И, понимаете, вот эта модель, она будет правильнее без борьбы, без истерик, без нервов у мамы и детей и непонимания, главное дело, ребенка, почему нужно убрать вот этот вымышленный его мир. Я правильно, я понятно объясняю, да? Будет понятно. Вот. Поставьте только границы, чтобы эти игрушки не переползали в общественные места, вот там, где это будет мешаться. Сразу поставьте, все игрушки у тебя в комнате, ваши игрушки у вас в комнате. Вы же у вас ноутбук тоже, какие-то провода, какие-то гаджеты. Вы же это все оставляете, потому что вы сейчас ужин приготовите, постираете, я не знаю, сходите на работу, вернете, и вам нужно в том же состоянии вернуться вот к вашему быту, вот к вашему вот этому вот месту рабочему, где вы были. Ребенку также важно вернуться к своему месту, и пусть он сам примет решение, что это нужно убрать. Вот. Если вы вот попробовали ребенка воспитывать, давай уберем на место, и он убирает с удовольствием, у него вот этого жилка порядка есть, а у многих детей от рождения это есть, им хочется на место ставить в какой-то период. Если вы этот период поймали, возрастной, и они же, видите, они моют посуду, они метут, они за вами повторяют какие-то вот такие вот бытовые действия. И если вы видите, что ему это нравится, пожалуйста, развивайте, пусть у вас будет в комнате порядок. Но если ребенок противится, и не как вот этот раз, я сказала, убираем игрушки, два, да, три, сейчас буду ругаться. Вот если вы видите, что он противится, оставьте его в покое. Пусть он сам примет это решение, когда он придет к этому порядку, и этот порядок будет и осознанный, и с желанием, и действительно с порядком, и действительно он их выставит так, как ему положено с его миром фантазии. В общем, я думаю, я понятно объяснила. Вот, смотрите, все это по детям. Не нужно здесь гнуть. Да, только помните, вот эти границы коридора, и тогда, когда вам нужно убраться. Вы просто там раз в неделю, или там раз в день, как у вас заведено. Милый, я несу пылесос, скорее-скорее сгребай, а то сейчас все твои игрушки пойдут там в этот, в пылесос. Вот получается, что у вас правило, не заезжай на чужую территорию, не выезжай в общественные места с этими игрушками, и только вот пылесос, да, когда вам нужно убраться, чтобы это действительно не повредить игрушкам. А так пусть они развиваются, они творят. Мы иногда душим эту личность, а вдруг творческая растет личность, а вдруг фантазер, а вдруг он будет дизайнером, а вдруг он будет проинтировщиком, а мы не видим вот, что у него в голове творится. Мы начинаем душить этим порядком, а у него строилось только что-то. И получается, обычная какая-то серая мышь вырастает, которая работает в офисе и ничего из себя не представляет. И не развилась вот эта вот в детстве, задушилась. И вот эти вот все фантазии, которые в голове кружились, а они кружатся у каждого ребенка в голове. У них вообще фантазия и воображение в дошкольном возрасте так развиты, нам этого не понять. Они играют, а мы это все забываем тоже. Мы со временем, вот нас тоже душат, мы забываем, как играть, как фантазировать, как радоваться. Мы держим себя в каких-то рамках. Это нельзя, то нельзя. Сделай так, чтобы было удобно окружающим. А почему? Это моя жизнь. Мне должно быть удобно, а не окружающим. Думайте о себе. В общем, развивайтесь, творите, не душите ребенка в рамках вот этого вот порядка. Это первый вопрос. Второй вопрос. Как правильно организовать развивающее занятие дома? Кто-то говорит, что заниматься, заниматься обязательно только в первой половине дня и максимум 15 минут. С утра не всегда получается. И сына обычно 15 минут мало. Он уже знает, где у нас коробка с развивашками. Закончили одну, он бежит к коробке «Хочу еще». Как считаете, можно ли заниматься дольше, если ребенку нравится, и как правильно закончить занятие, если он не хочет заканчивать? А я уже вижу, что устал, концентрация снижается, отвлекается, не попадает ручками, куда нужно и так далее. Завлекать чем-то другим, менее развивающим? Кубики, машинки, зверят и так далее. Так, по поводу организации развивающей среды дома и вообще развивающих занятий. Однозначно мы занимаемся. А что еще делать? Что еще делать? Вы сидите в телевизоре, в телефоне, а он вокруг вас ползает? Нет, конечно. В любом случае вы будете играть, вы будете пуговицы в дырки складывать, вы будете палки в какую-то коробку складывать, вы что-то будете делать. Сначала у вас предметные манипуляции с предметами идет, куда-то что-то вставляете. Сначала дети маленькие в год, это анализ, они все разбирают, все чего-то. То есть вы предлагаете какие-то коробки, в которых что-то лежит, и они все сидят с удовольствием и вытаскивают. Это называется анализ. Полтора-два года начинается синтез. Они начинают синтезировать уже. Они разбирали, а теперь они начинают складывать. Палки в дырку, ежики в банку, ложки в коробку и так далее. Вы же видите их потребности, и вы начинаете под них подстраиваться. Вы начинаете скупать те или иные игры для их возраста или делать сами, что очень похвально. Очень приятно, когда мама наблюдает своим ребенком, чувствует его, видит, видит его потребности, особенности, и под него подстраивается, и вот создает эту развивающую среду. Однозначно мы развиваемся. Чушь по поводу 15 минут и чушь по поводу утра, потому что у всех свои биологические часы, кто-то совы, кто-то жаворонки. Я видела, что дети, которые у меня приходят утром, никак не потребляют информацию. Они сидят вялые, никакие. Я говорю, ну-ка давайте попробуем вечером. Приходят вечером, это совсем другие люди, в которых вот рот открыт, только клади, а не глотают, глотают вот эту информацию. Я тоже, если я вижу, что процесс не идет, я меняла детей утром на вечер и вечером на утро, и сразу же давала результаты. Ребенок начинал активно заниматься и потреблять информацию. Занимайтесь тогда, когда вы считаете для ребенка это оптимально нужное время, он максимально настроен на эти занятия, он не сонный, он положителен, он, ну, понятно, да, когда это его время, а он не вялый, не сонный. После дневного, утреннего сна все встают вялые, пока они там раскачаются. Кто-то бодро стоит после тихого часа, а кто-то вообще после тихого часа умирает весь в слезах. Смотрите по ребенку. 15 минут никогда. Вот у меня, знаете, когда мы проводим занятия, даже с полуторалетними детьми, конечно, я подготовила занятия на минут 10. Это сидение за столом. Они у меня сидят за столом, и я им приношу разнораздаточный дидактический материал. С каждым они занимаются буквально там 3-4 минуты. Я вижу, что угасает интерес, я убираю, достаю следующее. Нос, вот этот тополь, вы меня извините, пожалуйста, я чешу резоконодочный нос, потому что все в тополе, все чешется. Простите, я не специально. У меня не невроз, это тополь и аллергия. Вот, значит, я им приготовила какой-то дидактический раздаточный материал. С одним они залипли на одну минуту, с другим они посидели 5 минут, чему я очень радуюсь. И вот отсюда у нас набирается усидчивость, внимание и сидение вот это вот за столом. Я, конечно, к этому не стремлюсь. Я просто предлагаю детям поиграть, а они это хватают, еще и еще, и они замечают, как они сидят. 15 минут, 20 минут, 30 минут сидят. У нас уже перерыв наступил, у нас уже занятие закончилось. Я говорю, идите уже отдыхайте, уже топайте куда-нибудь, потому что мне нужно проветрить, уже поменять материал, потому что сейчас будут дети более старше. А они сидят, сидят, потому что это интересно. Ну что, говорю, что да, здорово, сидите. Мы тогда стол двигаем куда-то в сторону, уже приходят какие-то другие дети, а этот все сидит с предыдущими игрушками. Я говорю, радуйтесь, радуйтесь. Вот эта усидчивость, вот это внимание, вот эти все психические процессы, наша высшая деятельность, она растет, увеличивается, как эквалайзер. Был такой в зачатке, а вот когда у нас тут шумовый эффект, эквалайзер начинает прыгать, вот эти вот психические процессы начинают прыгать, расти и увеличиваться. Только от того, что мы подкладываем что-то интересное. Не сидите спустя руки. Вы же знаете, что все нейроны, все клетки мозга, все они в дошкольном возрасте насыщаются активно. Кто-то у нас написал, до трех поздно. Нет, конечно, до трех не поздно. До семи все. У нас активно мозг растет, растут нейроны, растут клетки нервные. Вот это все ждет от вас какой-то пищи, скажем так, информационной пищи. Не давайте сложно, давайте все простое. Вот смотрите на детей, говорят, что им по возрасту положено. Занимайтесь, занимайтесь. Не забегайте вперед. Лучше почитайте какую-то литературу, посмотрите книги согласно этому возрасту, вот тетради хотя бы какие-то развивающие. Вы же видите, что в одном возрасте количество только проходится, в другом возрасте проходится, более в старшем, допустим, предлоги уже проходятся. Не давайте эти предлоги двухлеткам, не давайте цифры и буквы трехлеткам, это совершенно ненужная информация. Просто играйте, играйте в сюжетные игры, что-то складывайте, что-то разбирайте, какие-то элементарные пазлы, какие-то легкие ему заключения, что это большое, это маленькое, это высокое. Ну, в общем, почитайте книги, или посмотрите наши лекции, да, категорически не учим алфавит, категорически не даем цифры, категорически не учим ничего по Зайцеву, что категорически не делаем. Категорически, ну, так сложно вспомнить, вот три набрала пока пункта, вот хотя бы этого, потому что приходят дети и уже в четыре года заучили этот алфавит, а я не могу из них вытащить этот, выбить этот алфавит и дать звуковку. И отсюда они не могут соединить звуки, не могут начать преобразовывать в слоги и не могут потом рассчитаться. Вот. Не забегайте вперед. Посмотрите какую-нибудь литературу согласно этому возрасту или просто за ребенком наблюдайте. Смотрите, что ему в этот момент хочется. Хочется в гараж играть, а не в одно время играют, хочется что-то открывать, машину ставить, закрывать. Все, скупите игрушки такие или сделать что-то из коробок сами. Хочется им прятаться под столом, значит, все, навесили какую-то тряпку, пусть у них там дом. Хочется им что-то разбирать, значит, все, сделали коробки, туда что-то напихали, много интересного, пусть он сидит, это все разбирает, дырку сделать какую-то маленькую, чтобы эта рука еще зрительно-моторная координация работала, чтобы он попадал в эту дырку. Хочется пирамиду собирать, пусть он ее собирает так, как ему хочется. Следите за детьми, следите за этих потребностями и обязательно развивайтесь. Не сидите, не смотрите в окно, работайте. Не знаете, как ищите, идите в клубы, смотрите, что делают педагоги, у них учитесь. Пакет пошуршал. Где-то у нас третий вопрос. И третий вопрос. А, вот как закончить игру? Вот смотрите, тут еще у нас спрашивала Екатерина, как закончить игру? Он уже устал, но еще что-то делает. Вообще, как заканчивается любая игра? Не посередине встал и пошел. Да, Эдита уже устал, а деятельность не доделана. Тогда у нас ребенок привыкнет деятельность не доделывать, вставать и уходить. Нам во что бы то ни стало, кровь из носа, нужно быстро-быстро вот это вот доделать и его отпустить. Как это делается? В общем, вы собираете, ну, цилиндры какие-то, допустим, вы ставите в углубление. Вот, он у вас 5 из 10 собрал, дальше все, он, видите, уже ноги пошли отдельно от тела, собирается уходить. Нос чешу, извините, пожалуйста, еще раз. Вот. Вот за него приговаривая, зубы сговорят, смотри, смотри, я тебе сейчас помогу, тоже их поставлю. Все, один последний остался. Скорее-скорее на место им в руку вложили. Может даже его рукой поставить. О, ты все собрал. И припишите вот эту деятельность, даже вы помогли, но об этом не говорили, что я тебе помогла. Все, ты закончил все до конца. Ура, замечательно. У тебя все получилось. Все, а теперь иди. Это в том случае, если у вас ребенок уже сваливает, а деятельность не завершена, обязательно мы погомогите. В общем, вы доделали, и последнюю вот какую-то заплатку, пувицу, палку последнюю, последнюю вот эту манипуляцию отдайте ему. Совсем сопротивляется. Поставьте его рукой. Если не сопротивляется, смотри, смотри, уже последний остался. Вот сюда, вот сюда. Давай, скорее, скорее. И все, у тебя уже все получилось. Зубы заговаривайте. Обязательно какой-то вот такой похвалой. Если ребенок у вас, вы видите, уже хочет довести день до конца, но устал, видно уже, рассеян, тоже здесь помогите. Помогите. Также, наверное, вот этим методом можно. Да, доделали. И переключить. Все быстренько с поля зрения. Дошкольникам вообще достаточно с поля зрения вот это убрать. У них как будто, видите, как в ку-ку. Если вы ладошками закрылись, он думает, что мамы уже здесь нет. Здесь тоже, он такой маленький, какой-то 8. Убрали это, уже чего-то другое поставили, он у вас уже переключился. Все, он забыл, что там что-то было. А если все-таки помнит, ну, помогите, помогите. Давай я одну, ты одну, я одну, ты одну. Все, мы с тобой закончили. У тебя так все хорошо получается. Пойдем, скорее, там, я не знаю, пойдем в окно посмотрим или там что-то еще. Да, как-то вот так. Третье. Может, есть какой-то житейский совет, как не увязнуть в развитии ребенка в ущерб всему остальному. Сейчас столько информации, столько методик, столько красивых, интересных пособий, игр, книг, книг, хочется для своего ребенка купить все и большой страх что-то упустить. Вижу, простите за нескромность, что малыш смышленый и боюсь, а вдруг я его недостаточно стимулирую, не даю раскрыться, надо почитать и посмотреть что-то еще-еще. Появляются деньги, работаю на себя, но в... несколько скринов, но где это... Но не в ущерб ребенку. Обычно, когда он спит или вечером, а у меня уже обычно нагружены корзины в разных интернет-магазинах, как мне знакомо, я, по-моему, тем же самым занимаюсь. Только Женя опустошит корзины, только купит. Он такой, что опять там в Алиэкспресс корзине лежит, а там еще какая-то партия лежит. Нет, ничего, ничего, это просто так, это вот случайно туда попало. Так, а про себя в последнюю очередь думаю. Вообще не помню уже, что-то...